Всем зимний, заснеженный и сказочный привет из Киева! С вами Диана Суворова. Сегодня видео про новинки Эйвелин. Кстати, давно не было ничего нового у Эйвелин. И вот под конец года появилось сразу много интересных новинок. Поэтому у меня здесь небольшая посылочка вот такая. Я все заказывала прямо из Польши. Через посредника на польском сайте всегда появляются самые интересные новинки. Поэтому, в общем-то, почему бы их не заказать? Но пока я их все заказывала, новинки уже появились у нас на мейкапе. В общем, на все, что найду, ссылки будут внизу. Проверяйте. Давайте начнем, наверное, с самой интересной новинки. Я не уверена, что эта палетка будет у нас в продаже. Потому что, например, палетка Варьете не была в продаже в Украине. Не знаю, почему. Будет ли это тоже непонятно. Но меня она очень заинтересовала. Как вы сами понимаете, эта палетка мне сильно напомнила вот эту палетку от Huda Beauty. Палетки Эйвелин в жестяных коробочках напоминали Urban Decay. Теперь вот они напоминают Huda Beauty. Эта палетка называется Sparkling Nudes. И выглядит она вот таким вот образом. По цветовой гамме и по оттенкам эта палетка прям, ну, практически копия, можно сказать, Huda. Здесь даже есть вот этот оттенок, в котором расположены такие капсулированные, какие-то непонятные частички хайлайтера в таком прозрачном желе. Я пока еще не пробовала, но свочи этой палетки я уже успела сделать. И хочу сказать, что здесь шиммеры очень хорошо фигментированные, прям такие масляные. Они даже немножко отличаются от оттенков, которые есть в жестяных коробочках, в обычных палетках. Эти прям как масло. Я даже сравнила несколько оттенков из этой палетки и Huda, и в принципе они даже чем-то похожи. То есть, ну вот реально оттенки, которые я свочила, между собой слегка отличаются, но очень похожи. Матовые оттенки здесь тоже очень пигментированные, они прям шелковистые. И очень мне интересно будет сегодня попробовать эту палетку в действии. Я еще, знаете, что хочу? Попробовать все-таки вот этот оттенок, посмотреть, что получится. Очень-очень странный, и на пальце он какой-то, если вам видно, он реально какой-то красноватый. И абсолютно, абсолютно как-то очень плохо передается на руку. Что это вообще такое? В общем, этот оттенок реально какой-то странный. Он не похож, он твердый, как какой-то парафин. Что интересного еще вышло? Это пополнение линейки Варьете. В общем, я так поняла, что у Эвелин теперь линейка Варьете будет такая основная, акцентная. У них очень хорошо зашла тушь Варьете, которая похожа на Кабаре. И они решили делать целую коллекцию. Давайте посмотрим повнимательнее, что есть в этой коллекции. Кое-что, кстати, из коллекции Варьете я еще не успела купить. Вернее, на польском сайте, когда я сделала заказ, это только появилось, я не успела. И вот, когда начала снимать видео, зашла на мейкап и увидела, что там появились еще новинки. Например, палетка для контурирования и рассыпчатая пудра. Но я заказала пудру компактную. Вот так вот она выглядит. Очень интересно ее будет сегодня попробовать. Написано, что это минеральная тональная основа 93% минеральных ингредиентов. Знаете, на ощупь эта пудра прям супер шелковистая. И еще я могу сказать, что у нее очень хорошее покрытие. Это мы сегодня тоже проверим в видео. Также пополнение линейки Вандер Мэч. Это консилер. Где тут у меня тональный крем? Этот тональный крем стал один из лучших в этом году. Реально классный получился у Эвелин. И к нему, конечно же, не хватало консилера. Очень красивая упаковка. Я немножко промахнулась цветом. Заказала себе 01 Light. И он реально очень светлый. Но прям вот совсем. Прям как алебастер какой-то. Но, тем не менее, можно сегодня его попробовать. Также линейка Варьете. Здесь у нас, конечно же, уже продукты для губ. Вот такая вот помада. В очень красивом, кстати, оттенке. Не знаю, как я онлайн так умудрилась заказать. 0,5. Сатиновая помада. Обязательно сегодня попробую. Сделаю сводч. И линейка матовых помад. Здесь я заказала себе тоже оттенок 02. Очень красивый. Нюдовый. Так, едем дальше. Посмотрите на эту тушь. Мне кажется, она тоже очень перекликается с одной очень известной тушью от Too Faced. В общем, сегодня ее тоже попробуем. И линейка Варьете. Еще здесь один продукт. Это лайнер и карандаш. Водостойкие продукты, которые можно носить, например, подчеркнуть слизистую. Сделать ее более выразительной. Сделать стрелку. В общем, такой универсальный продукт. Тоже сегодня попробую сделать макияж. Ну что же, я по традиции начну с макияжа глаз. И наношу консилер в качестве базы в Under Match. Смотрите, какой у меня светлый оттенок. Слушайте, если вы в поиске прям очень светлого консилера, то, наверное, это он. С легким. У него, кстати, есть аромат. Вот, и мне кажется, консилер довольно легкий. Я его сейчас, вы знаете, без труда как-то растушевала. И не могу сказать, что он создал какую-то плотность на веке. Но выровнял его. Давайте проверим эти тени, как они работают без подложек. Просто на веке с консилером. Возьму самый темный оттенок, Dusk. Он, кстати, здесь не супер темный такой. Шоколадно-коричневый. Очень симпатично выглядит. И буду делать такую классическую себе схему. Затемню внешний уголочек. И внутри сделаю какой-нибудь красивый шиммер. В общем, все как обычно. Ну, смотрите, на консилер, в принципе, хорошо наносится. И тушуется неплохо. Вот аккуратненько наношу. Вот тут вот темное такое пятнышко делаю. И растушевываю. Растушую еще этот оттенок более таким светлым и теплым цветом. Пыляк немножко тени. Уведу его вот так вот в кожу. Более теплым. Здесь такой вот прям кирпичный оттенок. Вот. И он хорошо растушевывает предыдущий. Пальцем нанесу шиммер. Называется Emotion. Очень красивый. И он пойдет вот сюда на центр века. Такой медный оттенок. А внутри сделаю чуть-чуть посветлее. Я уже и сделала второй глаз. И на него тоже наношу оттенок Emotion. Amazing. Очень красивый розовый. И есть вот такой вот прям супер светлый. Ну, какой-то прям как будто полупрозрачный. Наверное, возьму розовый. И нанесу его вот сюда. О, он очень красивый. Вот так получается. Удалось избежать всех этих тыквенных оттенков. И как раз получился такой вот шоколадный у меня макияж. Я бы его назвала розовое золото. Ну что же, вот этим карандашом водостойким. Я правда не знаю, он будет застывать или нет. Я прорисую внутреннюю слизистую. Он, кстати, такой тоненький. И им удобно вот прорисовывать. Вот здесь вот прям внутренний уголочек. Ну и стрелку я нарисую вторым концом. Очень тонкий лайнер-фломастер с этой стороны. Очень тоненький тоже. Аккуратно прорисовывает. Буду красить ресницы вот этой прекрасной тушью Sexy Girl. Вот такая у нее щеточка с талией, силиконовая. Так, наберу побольше и прокрашу ресницы. В общем, посмотрим, как она сегодня будет держаться у меня целый день. Вот у нее, кстати, классно, что иголочки, щетиночки, вот эти ворсинки не острые. Иногда бывает, красишь тушью и прям царапает века. У этой прям такие мягкие, не острые. Но из-за стрелки, кстати, особо не видно, как она работает. Дает ли она густоту. Ну, прокрашивает хорошо. А что мне еще нравится, в этой туши вообще нет комочков. То есть, она настолько аккуратно и ровно ложится. Прям вот от самых корней до кончиков. Она хорошо прокрашивает. И абсолютно, знаете, где-то не утолщает ресницы, где не надо. И комочков нету. Очень хорошо получается. Так, я сейчас еще наношу консилер, вот этот Вандер Мэтч, под глаза. И буду красить нижнее веко. Ух, он и светлый у меня оказался, смотрите. Но он очень легкий. Вот что я могу сказать, что плотности он вообще никакой не дает. Посмотрите, растушевался. Вроде, вроде так и должно быть. Даже не видно, что он светлый. И он прям фиксируется на веке, матовый, абсолютно. И закреплять его... Можно не закреплять, я думаю. Потому что он прям раз и стал матовый. Практически ничего не перекрывает. И довольно легкий. И сразу фиксируется. Вообще нет у него никакой липкости. Такой вот пушистой кистью аккуратненько соединяю верхнее и нижнее веко. Ну и мне очень интересно попробовать вместо тонального сегодня нанести пудру. Эта пудра 93% ингредиентов, минеральных ингредиентов, содержит гиалуроновую кислоту. И здесь написано, что ее можно использовать несколькими способами. Она дает среднее и плотное покрытие. Если наносить его этим спонжем, можно наносить просто кистью для легкого покрытия. И просто поправлять макияж в течение дня. Так, и оттенок у меня самый светлый. 01 light. Так, набираю пудру на пуховку. Сразу такие появляются, такие вот точечки, знаете. Ну, в общем, посмотрим, как наносится. В качестве тональной основы, мне кажется, она прям вот очень сильно подчеркнула, знаете, как это все шелушения какие-то на коже, волосинки. Вот, но если ее вот так распределить, то получается, ну, получается, конечно, покрытие. Она, конечно, очень светлая, но мне кажется, это не та пудра, которую нужно наносить вместо тона. Мне кажется, она прям суховатая будет на лице и очень-очень светлая. Мне кажется, что я лучше нанесу тональную основу, а просто закреплю ее этой пудрой. Потому что вот это нанесение мне как-то не очень понравилось. Она прям все подчеркивает и выглядит на мне очень светлой. Я просто буду таким ходячим мертвецом с этим оттенком. А я сейчас лучше нанесу вандермэч на лицо. У меня оттенок 25 light beige. Он мне прям хорошо подходит. И этот тональный с красивым сатиновым покрытием, с хорошей плотностью. Лучше я сегодня похожу с этим тональным, а если нужно, добавлю пудру. Мне бы сейчас очень подошла, конечно бы, рассыпчатая пудра, которая вышла у Эвелин тоже в линейке Варьете. Обязательно ее протестирую как-то в следующий раз. А пока что немножечко закреплю тональный, но он прям очень хорошо. И так смотрится даже без пудры. Но вот пудру я наношу легким слоем. Давайте я теперь попробую две помады, которые у меня есть тоже из линейки Варьете. Первая помада это сатиновая, оттенок 05, так и называется Варьете Сатин. Мне кажется, очень красивый оттенок пыльной розы. Надеюсь, он мне понравится. Ой, очень красивый. Реально пыльная роза. Это совсем не сатиновые помады по своему качеству. Мне кажется, это обычная увлажняющая помада. Как видите, у нее прям есть блеск. Она очень комфортная, увлажняет губы и прям блестит. Смотрите, переливается. Такая очень красивая. И оттенок, мне кажется, тоже сюда хорошо подходит. Но вряд ли эти помады можно назвать сатиновые. Легкие у них есть аромат. Совсем такой ненавязчивый. Красивый цвет. Классическая помада в красивой упаковке. Также вышла линейка Варьете Сатин Мат Лип. Ликвид. И написано, что это нон-тренсфер формула с гиалуроновой кислотой. То есть, это помада застывашка. Вот так вот выглядит помада застывашка матовая от Эвелин. Цвет, конечно, мне кажется, немножко барби. Он выбеливает немножко светлее, чем мне нужно. Мне кажется, чуть-чуть было бы темнее, было бы классно. Но, в общем, остальные оттенки я, наверное, попробую. Посмотрю еще какие-то, когда уже появится в продаже. Можно будет все посвочить. И по свойствам помада немножко липковатая. На губах она не отпечатывается. И есть вот эта липкость. Мне кажется, она должна со временем пройти. На губах, в принципе, комфортно. Не то, чтобы она стягивает. Я ее, конечно, слегка ощущаю на губах. Но, в принципе, нормально. Можно жить. Просто оттенок немножко немой. Напишите, кстати, какой мне больше идет. Вот предыдущий. Вот этот сатиновый или этот матовый. В общем, будет интересно. Я проверяю свой макияж в конце дня. Хотела посмотреть, как ведет себя тушь. И вы знаете, она вообще не отпечатывается. И не осыпается. Это прям вот меня радует. Выглядит очень красиво. Блесточки под глазами. Вот здесь я вижу. Это от теней. Осыпались у меня тени. Стрелка хорошо держится. Все на месте. Вот. Я, правда, помаду. Помаду я поменяла сегодня. Потому что та помада у меня стерлась абсолютно. Но вот я вчера купила Vivienne Sabo. Хотела сегодня попробовать. Оттенок номер 02 оказался такой красивый. Просто какая-то невероятная помада нюндовая. Как я ее не попробовала в этом году, не знаю. Будет фаворитом. Вот. А варьете полностью стерлась под конец дня. Ее вообще не осталось. Вот так вот. Так. Ну что? Пудра. Не особо она матирует. Как видите, нос блестит. Подбородок блестит. Надо поправлять макияж. Но я ничего не делала. Только новую помаду нанесла. Вот. В общем, такие вот новинки у Evelyn. И мы очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Пока!